Мы отдаем пары. Максимальная стерильность и предельная готовность. Казанские рестораны ждут наплыва туристов и ревизоров. В преддверии чемпионата мира по футболу в них меняется кухня. Где-то с уклоном на Средиземноморье, рай для мясоедов, мраморная говядина. Мы готовим стейки, у нас угольный мангал на кухне. Тартары были в нашем меню, но как-то мы от них отказались. Возможно, мы вернем их снова. Обычно, взлетая святых любого ресторана, кухню могут попасть только повара. И то, только в специальных одеждах и головных уборах, потому что именно здесь, в открытом доступе, хранятся все продукты питания. Начиная от полуфабрикатов до готовых блюд. Но сегодня сюда попали и мы, чтобы узнать, готовы ли казанские заведения к грядущим проверкам. Меняя кухню, успеть привести ее к международным нормам. Сегодня владельцы общепита обсуждают новый стандарт качества, обязательный для чемпионата. К привычным ГОСТам добавился ХАС. Полный контроль за продуктами от поставки до подачи на стол. Требование по ХАС, по этой СО 22000, оно как раз таки подразумевает наличие внедренной системы менеджмента качества, как раз таки международного стандарта. Его придется выдержать всем, кто будет кормить людей у стадиона и в центре города. Сегодня готовятся кафе, рестораны и палатки стритфуда. Уже в июне им придется обработать по новым стандартам и новым меню. Мини-треугольники с разными вкусами, также морс, тирамису. А вот по рыбе вопросы особые. Эксперты ожидают, что редкостью к чемпионату могут стать сушибары. Все-таки лето, и это особенное такое время, когда риски, они прям очень сильно чувствуются. И вот роллы, суши, и к ним очень жесткие требования должны быть. А следом традиционные проверки Роспотребнадзора до июня. Казанскому общепиту придется выдержать все. Плата за здоровье гостей чемпионата. Рамиль Шайдулин, Марат Сайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова